Не может быть иного Евангелия, кроме Евангелия, воды и духа. Галатам, глава первая, стихи шестой, десятый. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволения или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. В сегодняшнем отрывке из Писания апостол Павел сказал святым галатийских церквей, что он удивлен, как они так быстро отвернулись от Евангелия воды и духа, которое привело их к благодати Божьей и последовали иному Евангелию. Он также сказал, что нет иного Евангелия, кроме Евангелия воды и духа, при этом объявив, что всякий, кто следует какому-нибудь иному Евангелию, будет проклят. Иное Евангелие, о котором здесь говорил апостол, это лжеучения, которые в то время отстаивали сторонники обрезания, утверждая, что всякий, желающий стать одним из Божьих людей, должен быть обрезан телесно. Каждый человек может получить истинное прощение грехов, только если он правильно понимает Евангелие воды и духа, которое дал нам Бог, и уверовать в Него всем сердцем. В эпоху ранней церкви, однако, иудейские христиане в церквях Галатии, которые обратились в христианство из иудаизма, пытались распространить свою основанную на законе веру в Божью церковь. Иными словами, они утверждали, что даже если люди веруют в Иисуса, им следует пройти телесное обрезание, чтобы полностью стать Божьим народом. В результате многие святые оставили Евангелие воды и духа, чтобы последовать их лжеучениям, которые в конечном итоге привели их к духовной смерти. Такое печальное явление повторяется и в современной церкви. Обычаи, основанной на законе веры, сторонников обрезания сохранились до наших дней. Теперь людей сбивает с толку иное Евангелие под названием «Учение о покаянии». В современном христианстве другое Евангелие, отличное от Евангелия воды и духа, которое Павел назвал иным, является именно тем учением о покаянии, которое приводит людей к духовной смерти. Что же утверждает учение о покаянии? Одно из общепринятых учений современного господствующего христианства. Это учение гласит «Всякий верующий в кровь Иисуса, пролитую на кресте, освобождается от своих прошлых грехов, но грехи, которые он совершает после того, как уверовал в Иисуса, прощаются ему всякий раз, когда он возносит молитвы о покаянии. Однако подобное учение – это не более чем иное благовествование, которое далеко отошло от единственного истинного Евангелия, начертанного в Библии – Евангелия воды и духа. Однако, несмотря на это, поскольку иное Евангелие уже было официально одобрено христианством по всему миру, многие люди, будучи уверенными в его истинности, живут с этой верой, надеясь на свои ежедневные молитвы о покаянии. И более того, поскольку они никогда не слышали об истинном Евангелии воды и духа, им даже в голову не приходит, что Евангелие, в которое они веруют, то есть Евангелие одной только крови, пролитой на кресте, и учение о покаянии является иным Евангелием. Тем не менее, всякое Евангелие, которое упускает из виду крещение Иисуса Иоанном и утверждает, что спасением является только кровь, пролитое на кресте, является иным Евангелием. Может ли существовать более чем одно истинное Евангелие, которое Господь дал человеку? Если бы нам было дано несколько Евангелий, тогда мы свободно могли бы верить либо в совершенное Евангелие воды и духа, либо же в иные Евангелия. Однако не может быть более чем одно истинное Евангелие, которое спасает людей. Не существует ни одного Евангелия, которое Господь дал в Своем Слове, кроме Евангелия воды и духа. Однако люди и поныне верят в Иисуса и не понимают это, думая, что иное Евангелие является истинным, и поэтому, когда они действительно слышат истинное Евангелие, то есть Евангелие воды и духа, они считают его странным и не могут его принять. Однако Бог никогда не давал человечеству никакого другого Евангелия, кроме Евангелия воды и духа. И поэтому вы всегда должны ясно понимать, что все другие Евангелия, кроме Евангелия воды и духа, являются ложными. Также вы должны понимать, что только если вы познаете это Евангелие и уверуете в Него, вы получите полное прощение своих грехов и станете Божьими детьми. Не может быть иного Евангелия, кроме Евангелия воды и духа. Каково ваше мнение по этому вопросу? Во времена апостола Павла существовала некая группа верующих под названием «приверженцы обрезания». Эти люди утверждали, что даже если человек принял Иисуса как своего Спасителя, он мог стать одним из Божьих совершенных людей только через телесное обрезание. Подобная вера, основанная на законе, существует и в современном христианстве. Ее придерживаются сторонники учения о покаянии. Они считают, что даже несмотря на то, что они приняли Иисуса как своего Спасителя, их ежедневные грехи устраняются только когда они возносят молитвы покаяния. Все подобные люди фактически верят в иное Евангелие. А что вы думаете по этому вопросу? Современные христиане говорят, что они омываются от своих грехов посредством своих молитв о покаянии. Но могли бы вы сказать, что верующие в подобное учение имеют истинную веру? Действительно ли ваши грехи омываются, если вы возносите молитвы о покаянии? Нет, ни в коем случае. Все те, кто приняли Иисуса как своего Спасителя, уверовав только в Его кровь, пролитую на кресте, и возносили молитвы о покаянии в течение длительного времени, должны осознать, что их грехи никогда не омываются посредством их собственных молитв о покаянии. Противоположность этому всякий человек, который уверует в Евангелие воды и духа, которое дал нам Бог, будет очищен от своих грехов раз и навсегда, ибо эта евангельская истина содержит в себе труд спасения, совершенный Иисусом Христом. Иисус, Единородный Сын Божий, пришел на эту землю ради нашего спасения, взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна, вознес эти грехи на крест, пролил свою искупительную кровь, и тем самым раз и навсегда спас тех, кто верует в его искупительный труд от всех их грехов. И поэтому, если какой-либо человек уверует в это истинное Евангелие, он будет полностью очищен от всех своих грехов, сделается праведником и станет Божьим Детем. Таким образом, если вы приняли Иисуса как своего Спасителя, уверовав только в Его кровь, пролитую на кресте, и если вы впоследствии пытались получить прощение за ваши грехи через ежедневные молитвы о покаянии, тогда вы должны осознать, что ваша вера совершенно неправильна. Умерли ли вы с Иисусом Христом и воскресли ли из мертвых вместе с Ним? Апостол Павел сказал в Галатам, глава 3, стих 27, «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Он исповедал свою веру, сказав также следующее, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам, глава 2, стихи 19-20. Из этих отрывков явствует, что Павел верил в Евангелие воды и духа, которое гласит, что когда Иисус пришел на эту землю, он взял на себя все грехи человечества тем, что был крещен Иоанном Крестителем, казнен через распятие и вновь воскрес из мертвых, и таким образом раз и навсегда спас нас от всех наших грехов и осуждения, именно потому, что Павел верил в крещение Иисуса, его ветхое Я умерло вместе с Иисусом, и он родился свыше, как новая тварь. Именно благодаря своей вере апостол Павел смог креститься с Иисусом и умереть вместе с Ним. И благодаря все той же вере он смог вернуться к жизни вместе с Иисусом. Веру я во все то, что Иисус совершил на этой земле, апостол Павел смог объединиться с Иисусом. Поэтому и вы должны исповедовать ту же веру, что была у Павла. Мы также должны помнить, что когда мы уверуем, что крещение, которое принял Иисус от Иоанна Крестителя в реке Иордан, является именно тем крещением, посредством которого Иисус понес на себе все наши грехи и слабости. Наше ветхое Я умрет на кресте и будет погребено вместе с Иисусом. Иными словами, если вы не уверуете в крещение Иисуса, тогда его смерть на кресте не принесет вам никакой пользы. Уверовав в Евангелие воды и духа, апостол Павел смог объединиться с Иисусом Христом и проповедовать это истинное Евангелие по всему миру. Этой веры придерживался не только апостол Павел, но и апостол Иоанн, который исповедовал такую же веру. Апостол Иоанн сказал, что Иисус Христос пришел на эту землю водой, кровью и духом. Он сказал, «И три свидетельствуют на земле дух, вода и кровь». Иси три об одном. Первое Иоанна, глава пятая, стих восьмой. Он считал, что хотя сам Иисус является истинным Богом, Он пришел на эту землю во плоти ради нашего спасения. Свидетельство Святого Духа. Взял на себя все грехи мира, приняв крещение, свидетельство воды, и искупил все эти грехи на кресте своей кровью. Свидетельство крови. Также и апостол Петр считал крещение Иисуса прообразом спасения. Первое Петра, глава третья, стих двадцать первый. Подобно этому все апостолы и ученики верили в Евангелие воды и духа. Истинное Евангелие. Однако из-за того, что в церкви Галатии пришли те, кто придерживался Евангелия, отличного от Евангелия апостола Павла, ему пришлось защищать веру святых, которые веровали в истинное Евангелие. Ныне вы должны уверовать в Евангелие воды и духа. В настоящее время большинство христиан веруют в иное Евангелие. Они не знают, что Евангелие воды и духа это единственное истинное Евангелие. Они думают, что одна только кровь Иисуса, пролитая на кресте, это уже все Евангелие. Но Евангелие, в которое они верят, это половинчатое Евангелие, иное Евангелие. С таким Евангелием они никогда не смогут ни креститься в Иисуса Христа, ни облечься в одежды Господней праведности. Убеждение в том, что люди как-нибудь смогут получить прощение своих грехов, если они верят в Иисуса и возносят молитвы о покаянии, это не та вера, которая дает им возможность объединиться с Иисусом Христом. Подобная вера объединяет с несовершенным и ложным Евангелием, которое является отличным от Евангелия воды и Духа, явленного в Библии. Вера, которая объединяет с Иисусом Христом, это убежденность в том, что все грехи человечества были возложены на Иисуса и изглажены раз и навсегда, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя. По этой вере, именно благодаря тому, что Иисус раз и навсегда возложил на Себя все грехи мира через крещение, которое Он принял от Иоанна, Он смог пролить свою кровь и умереть на кресте, а также вновь воскреснуть из мертвых, чтобы стать спасителем, избавившим нас от проклятия греха. Тем, кто верует в Евангелие воды и Духа всем сердцем, Господь даровал истинное прощение грехов о жизни. Однако те, кто не веруют в Евангелие воды и Духа и вместо этого отдают свое сердце иному Евангелию, подвергнутся осуждению за все свои грехи. Поэтому все мы должны искренне уверовать во все составные части истинного Евангелия, крещение Иисуса, Его смерть и воскресение. Только тогда мы сможем спастись от всех своих грехов и насладиться вечной жизнью. Только когда мы уверуем в Евангелие воды и Духа, мы станем Божьим народом. И только тогда мы сможем служить Господу в обновлении Духа. Римлянам, глава 7, стих 6. Как те, кто воскрес в единении с Иисусом Христом. Во что вы сейчас верите? Эта неделя является страстной неделей, поэтому христиане проводят свое время в воспоминании о страданиях Иисуса, перенесенных им на кресте, и со слезами раскаиваются в своей грешной жизни. Но могут ли они получить прощение грехов, веруя в одну только кровь Иисуса, пролитую на кресте? Хотя многие христиане убеждены в том, что они были спасены по своей вере в одну только кровь Иисуса, они на самом деле по-прежнему страдают, ведь их спасение является не более, чем их собственным предположением, а их грехи полностью остаются в их сердцах. Истинное прощение грехов никогда не дается тому духу, который утверждает, что был искуплен от грехов только кровью, пролитой на кресте. Конечно, из-за того, что люди существа эмоциональные, они могут почувствовать некоторые физиологическое удовлетворение после того, как со слезами попросят Бога о прощении своих грехов, думая обо всех страданиях и мучениях, которые испытал Иисус, умирая на кресте. Однако это не более, чем самовнушение, которое приводит их к ложной вере в то, что их молитвы являются неким компенсирующим фактором. Они думают, поскольку я так сильно умолял Бога, Он меня простит. Но исчезли ли ваши грехи, когда вы возносили покаянные молитвы, веруя только в кровь Иисуса, пролитую на кресте? Возможно, вы начали свою жизнь верующего человека, уверовав в половинчатые Евангелие, которые утверждают, что Иисус был распят и умер на кресте, чтобы изгладить ваши грехи. И с того времени вы живете в своей вере, прилежно вознося молитвы о покаянии и пытаясь смыть свои личные грехи. Но чего вы достигли? Разве все ваши грехи по-прежнему не остались в вашем сердце, как это было до того, как вы уверовали в Иисуса? Именно потому, что люди верят в кровь Иисуса, пролитую на кресте, вместо того, чтобы веровать в того Иисуса, который был крещен Иоанном, они не могут найти соответствующее свидетельство слова, которое гласит, что все их грехи были возложены на Иисуса, и поэтому они верят в Иисуса совершенно напрасно. Если вы верите только в кровь Иисуса и пренебрегаете его крещением, то вы никогда не обретете истинную силу спасения. Когда современные христиане согрешают, они пытаются смыть свои грехи, вознося молитвы о покаянии, и все это из-за того, что они верят в иное Евангелие. Всякий, верующий в любое другое Евангелие, а не в Евангелие воды и духа, будет проклят Богом. Вы должны осознать, насколько опасной является подобная вера. Возможно, вы сами лучше других знаете, что, веруя в одну только кровь Иисуса, пролитую на кресте, человек в своем сердце никогда не может получить прощение своих грехов. Все те, кто исповедует подобную ложную веру, должны отвергнуть свою веру в одну только кровь Иисуса, пролитую на кресте, и вместо этого принять в свое сердце Евангелие воды и духа, данное Господом. Сегодня по пути в свою церковь я видел вывеску другой церкви, которая гласила дающая пресвятерианская церковь. Хотя я понятия не имею о том, что же дает эта церковь, пасторам лучше давать хоть что-то, пусть даже это будет чем-то плотским, чем только эксплуатировать свою общину. Однако Божья церковь не должна все время помогать людям в плотских делах. Истинные служители помогают людям не только в плотских делах, они стараются привести их к духовным благословениям. Противоположность этому, когда нынешние верующие в ложное Евангелие выказывают свое стремление к благотворительной деятельности, в большинстве случаев они делают это только на показ, чтобы прикрыть свою ложную веру. Вот почему Библия говорит. И неудивительно, потому что сам Сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Второе Коринфянам глава одиннадцатая стихи четырнадцатый пятнадцатый и предупреждает нас остерегаться лицемерных добрых дел, которыми занимаются лжепророки. Таким образом, Евангелие воды и духа это лучший дар, который мы когда-либо можем дать другому человеку. Мы должны помочь всем другим людям обрести прощение грехов через веру в Евангелие воды и духа. Евангелие, которое знали и в которое верили такие апостолы, как Павел и его сотрудники, было именно Евангелием воды и духа. Веруя в Евангелие воды и духа, дар, который дал нам Господь, каждый человек должен получить полное прощение своих грехов. Веруя в Евангелие воды и духа, те из людей, которые родились свыше, должны проповедовать это истинное Евангелие всем тем, кто не знает его. И тогда они уверуют в это Евангелие всем сердцем и станут Божьим народом. Таким образом, те, кто уже стали Божьими людьми, уверовав в Евангелие воды и духа, получили огромные благословения, как телесные, так и духовные. Второзаконие глава одиннадцатая стих четырнадцатый гласит «Дам земле вашей дождь в свое время, ранней и поздней, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой». Поскольку Евангелие воды и духа активно проповедовалось в эпоху ранней церкви, Бог уже послал ранний дождь, а в нынешний век Бог посылает поздний дождь, повелев нам распространять это истинное Евангелие по всему миру. Ныне каждый должен принять в свое сердце и уверовать в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Бог. Апостол Павел сказал, что если кто-либо проповедует какое-то другое Евангелие, а не то, что было проповедано ему, он будет проклят Богом. Кто бы не проповедовал иное Евангелие вместо Евангелия воды и духа, тот будет проклят Богом. Среди современных пасторов в этом мире некоторые снискали похвалу у многих людей, но тем не менее, хотя эти пасторы могут быть в почете у людей, если они проповедуют какое-либо другое Евангелие вместо Евангелия воды и духа, которые Бог даровал человечеству, все они будут прокляты Богом. Один пастор, которого я знал, находился при смерти в возрасте восьмидесяти лет, после того, как посвятил всю свою жизнь служению. И я слышал, что из-за грехов, которые оставались в его сердце, он молился о покаянии до самого последнего вздоха. Умирая, он молился, Господи, я совершил так много грехов, пожалуйста, прости мне их все и прими меня грешного. Принял ли Господь его душу? Конечно, нет. Тех, кто не верует в Евангелие воды и духа, Господь только карает адским огнем. Господь говорит подобным людям, пока вы были живы, вы ни о чем не беспокоились и жили в такой же роскоши, как богач из притчи о Лазаре. Хоть ваши сердца и были грешными, вы были богаты своей собственной праведностью и не стремились к истинному Евангелию, которое дало бы вам возможность полностью освободиться от своих грехов. И не только не верили в него, но и отвергали, когда его слышали. А теперь вы будете расплачиваться за ваши грехи. Вы будете вечно жить в этом пылающем огне. Поскольку эти люди отвергли Евангелие воды и духа и жили, веруя только в свои молитвы и покаянии, как в истину, которая может смыть их грехи, все они заслуживают божьего проклятия. Как бы они не пытались воспитать свой характер, в их сердцах не было веры в Евангелие воды и духа, и поэтому Бог заверил их, что им нечего ожидать, кроме наказания адским огнем. Смогли ли вы смыть все свои грехи посредством своих молитв о покаянии. В наши дни христиане по всему миру не знают Евангелия воды и духа и в результате проповедуют людям иное Евангелие, то есть учение о покаянных молитвах. По их мнению, хотя человек искуплен от первородного греха по своей вере в кровь Иисуса, пролитую на кресте, все грехи, совершенные впоследствии, омываются через молитвы о покаянии, поскольку они никогда даже не представляли себе, что их верования могут быть ложными, то даже когда они слышат Евангелие воды и духа, оно является для них совершенно чуждым, и поэтому они не только слепо отказываются в него верить, но также говорят другим, что Евангелие воды и духа не является истиной, однако веруя и проповедуя только кровь, пролитую на кресте, эти люди фактически распространяют ложное Евангелие, которое явно отличается от Евангелия воды и духа, Иисус сказал Никодиму, Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, Иоанна, глава 3, стих 5. Иными словами, Иисус здесь дал ясно понять, что всякий, кто не верит, что он взял на себя все грехи человечества, когда принял крещение от Иоанна Крестителя, и что он спас весь род человеческий от греха, когда умер на кресте и вновь воскрес из мертвых, несомненно, будет будет осужден за грехи. Противоположность этому всякий, верующий в Евангелие воды и духа, сам увидит, как он был искуплен от всех своих грехов раз и навсегда и стал Божьим детем, поскольку Евангелие воды и духа это данная Богом истина о спасении, верующие в Него станут детьми Бога и Его работниками. Только это данное Богом Евангелие есть истина, которая приносит настоящее спасение. С другой стороны, учение о покаянных молитвах плод человеческого вымысла является ложным и иным Евангелием и поэтому веруя в Него человек никогда не омоется от своих грехов. Не может быть никакого другого Евангелия кроме Евангелия воды и духа, о котором говорит Библия. Люди думают, что когда человек посещает семинарию и изучает христианские учения и богословские идеи, он довольно хорошо знает Библию. Но на самом деле это далеко не так. Независимо от того, насколько усердно человек может изучать богословие, он не может познать истинное Евангелие от богословов. Таким образом, учение о покаянии, которого придерживаются богословы, является крайне ошибочным. Это учение о покаянных молитвах не способно принести никакую пользу тем, кто считает, что они спасаются от своих грехов, ежедневно вознося свои молитвы о покаянии. Истинное Евангелие прощения грехов, которые дал нам Господь, это Евангелие воды и духа. Однако многие богословы в этом мире не знают этого Евангелия и вместо этого сбивают всех с толку учением о покаянных молитвах и учением о возрастании в святости, поскольку сатана побудил людей выдумать учения о покаянных молитвах и верить в него, Господь ясно сказал через книгу послания к галатам, то это Евангелие отличается от Евангелия воды и духа. Таким образом, если вы прямо сейчас не уверуете в Евангелие воды и духа, это означает, что наша вера не имеет никакого отношения к истинному Божьему спасению. Подобно апостолу Павлу, вы также должны уверовать в Евангелии воды и духа и тем самым обрести веру, которая даст вам возможность креститься в Иисуса Христа, умереть на кресте и воскреснуть вместе с Ним. Только тогда вы сможете облечься в такую же праведность, как у Иисуса Христа. Бог так возлюбил этот мир, что дал на землю, а Иисус, придя на эту землю, взял на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Господь вознес все эти грехи на крест, умер на нем и вновь воскрес из мертвых, тем самым изгладив наши грехи, и поэтому Он стал истинным спасителем всех верующих. Поскольку Бог совершил наше спасение через Сына Своего с помощью Евангелия воды и Духа и велел нам уверовать в Него, нет никаких причин, по которым мы не должны верить в эту истину. Евангелие спасения, посредством которого Господь спас нас от грехов, это Евангелие воды и Духа. И если мы веруем в это Евангелие воды и Духа, которое Бог дал нам через Своего Сына, мы поистине пребываем в единении с Иисусом Христом. Следовательно, Божьими людьми становятся только верующие в Евангелие воды и Духа. Веруя в какое-то иное Евангелие вместо Евангелия воды и Духа, мы никогда не сможем стать Божьим народом. Если бы нам надлежало служить Иисусу нашими делами, насколько хорошо мы могли бы Ему служить? Если бы мы даже полностью посвятили себя Господу, ни один из нас, кто не верует в Евангелие воды и Духа, никогда не смог бы спастись. Господь спас нас от всех грехов посредством Евангелия воды и Духа. Мы не можем сделать ничего хорошего для Господа, кроме как веровать в Слово истины, согласно которому Господь даровал нам спасение, придя водой, кровью и духом и благодарить Его за это. Недобрыми делами перед Богом и неприлежным возношением молитв о покаянии мы можем омыться от наших грехов только верой в Евангелии воды и духа, которое Господь совершил для нас по своей безвозмездной любви к нам. Мы можем получить прощение грехов и обрести вечную жизнь. Господь создал это прекрасное Евангелие и даровал его всем нам со словами «Уверуйте и спасетесь». И ныне, если только кто-нибудь примет Божий дар спасения с верой, он сможет стать одним из Божьих людей. Поскольку Евангелие воды и духа, данное нам Богом есть истина о совершенном спасении, всякий верующий в Него становится детем Бога и Его работником. Он взойдет на небеса и обретет вечную жизнь. Наш Господь спас нас от всех наших грехов через Евангелие воды и духа. И теперь нет иной истины о спасении, кроме этого подлинного Евангелия. Поскольку многие христиане считают Евангелием только кровь Иисуса, пролитую на кресте, в которую они верят, они думают, что иное благовествование, упомянутое в сегодняшнем отрывке из Писания, это безосновательное учение еретиков, но в действительности им нужно осознать, что иное Евангелие это именно то, в которое они верят. Евангелие одной только крови, пролитой на кресте, и учение о покаянных молитвах, это иные Евангелия, которые приводят людей к духовной смерти. Тем, кто в нынешнем веке верит только в кровь, пролитую на кресте, я осмелюсь сказать, «Вы уверовали в иное Евангелие, а не в Евангелие воды и духа, и я призываю их всех, обратитесь прямо сейчас и уверуйте в Евангелие воды и духа». Вместе со своими коллегами я буду и далее проповедовать это Евангелие воды и духа по всему миру. Я буду трудиться еще упорнее и посвящу этому труду всю свою жизнь, потому что день Господень близко. Ныне те, кто услышали Евангелие воды и духа своими ушами, должны точно распознать верное это слово или нет, уверовать в него и спастись от всех своих грехов. Ныне мы представим еще более веские доказательства пользу Евангелия воды и духа и откроем человеческим сердцам верный путь спасения. Таким образом мы поможем тем, кто правильно верует в Иисуса и приведем их к благоденствию, но для тех, кто до конца не верует в Евангелие воды и духа, мы ничего не сможем сделать, кроме как оставить их. Однако мы будем и далее распространять Евангелие воды и духа как можно усерднее. Время течет, как вода. Всякий, рожденный в этом мире, по крайней мере, один раз должен предстать перед Богом. Мы не знаем, что может произойти с нами и что случится с этой планетой Земля в будущем. Наверное, вы очень хорошо знаете, как прошлой зимой цунами, вызванное подводным землетрясением в Индонезии, принесло такие страшные бедствия, которых никто не ожидал. Сообщалось, что это одно из сильнейших землетрясений, которые были зарегистрированы. Сотни тысяч людей погибли только от одного этого бедствия. Институт космических исследований Гадарда при НАСА объявил, что лето в этом году вероятно будет самым жарким за последние сто лет. Кто знает, не случится ли на земле невиданное наводнение, которое нас погубит. Если бы мы переправлялись через реку во время разлива и каким-то образом попали в бурлящий поток, разве мы не могли бы погибнуть? Кто знает, не случится ли это с вами? Никто не может заглянуть в будущее даже на миг. Поэтому мы должны сделать необходимые духовные приготовления, чтобы в любое время, когда нас призовет Святой Бог, мы могли смело прийти к Нему и предстать перед Ним. Эти приготовления совершаются верой в Евангелие воды и духа и обретением прощения грехов. Однако, несмотря на это, христиане в нынешнем веке верят в Иисуса, пребывая в греховном состоянии, потому что, хоть они и верили в Иисуса десятки лет, они верили только в его кровь, пролитую на кресте. Они даже не знали о существовании Евангелия воды и духа, которая полностью изгладила их грехи. ныне каждый должен познать Евангелие воды и духа, а также уверовать в него. Учитывая тот факт, что этот мир обречен, не должны ли мы теперь уверовать в Евангелие воды и духа и стать Божьим народом, чтобы жить в этом мире, нужно постоянно прилагать усилия, но всё равно надежды нет. Многие люди в странах третьего мира с трудом могут себя прокормить и поэтому считается вполне обычным явлением, когда вся семья кончает жизнь самоубийством или родители бросают своих детей. Действительно, сейчас очень трудно жить в этом мире и при этом сохранять здравомыслие без веры в Евангелие воды и духа. На что можно надеяться в этом мире? Но мне больше всего жаль тех, кто верит в Иисуса, не зная Евангелия воды и духа. Учитывая тот факт, что каждому рожденному в этом мире однажды придется умереть и неминуемо расстаться с этим миром подобным морю страданий, не должны ли мы еще больше верить в Евангелие воды и духа, чтобы насладиться счастьем в мире грядущем. Почему люди так быстро оставили данные Богом Евангелие воды и духа? Апостол Павел сказал, что он не понимает, почему святые из галатийских церквей так быстро отвратились от данного Богом Евангелия к иному Евангелию. В церкви Галатии пришли лжеучителя с иудейским прошлым, которые обманули святых, сказав, мы также верим в Евангелии воды и духа, но тем не менее мы можем стать Божьим народом, только если обрежем сателесно. Они начали расшатывать веру святых из галатийских церквей, говоря, разве обрезание не является заветом, который Бог заключил с Авраамом нашим верующим праотцом. Если вы потомки Авраама, почему бы вам не быть обрезанными в плоти? Более того, если вы обрежетесь, это также принесет большую пользу проповедованию Евангелия Иудеям. Так почему же вы медлите? Услышав это, верующие галаты подумали, что в этом есть больше правды, и поэтому быстро оставили Евангелие воды и духа, и старались пройти телесное обрезание как можно скорее. Апостол Павел и в самом деле очень удивился, что они так легко приняли другое Евангелие, но вместе с тем настолько разгневался, что сказал им строго, нет иного Евангелия, и если кто-либо проповедует какое-то другое Евангелие, которое я вам не проповедовал, да будет он проклят. Разве посмел бы какой-нибудь пастор сказать своей общине «Будьте прокляты!» Однако апостол Павел объявил святым в галатийских церквях, что если кто-нибудь из них будет проповедовать какое-либо другое Евангелие, а не истинное Евангелие, которое проповедовал он сам, тот будет проклят. Он говорил им, если вы полностью не изменитесь и все также будете верить в телесное обрезание, вы будете прокляты. Но если вы сейчас отвратитесь от этого, то вы избежите уготованной вам участи быть брошенными в вечный адский огонь. Нет другого Евангелия, кроме Евангелия воды и духа, которое Бог дал человечеству. Некоторые люди считают, что они спаслись от греха, веруя только в кровь, пролитую на кресте. Даже несмотря на то, что человек никогда не сможет избавиться от греха, веруя только в кровь, пролитую на кресте, они по глупости своей были введены в заблуждение и стали думать, что подобное верование является правильным. Поистине очень многие люди жертвуют собой ради иного Евангелия подобного этому и посвящают ему всю свою жизнь и все свое имущество. Все мы должны осознать, что только Евангелие воды и духа является истинным и другого не дано. Мы знаем, что те, кто верят только в кровь, пролитую на кресте и стремятся только к показному благочестию, не ведают о Евангелии воды и духа. Второе Тимофею глава третья стих пятый. Они думают, что поскольку они являются верующими и живут праведной жизнью, на них не падет Божий гнев. Но думая так, они обманывают не кого-нибудь, а самих себя. Тот, кто не верует в Евангелие воды и духа наверняка грешен в сердце своем. Среди подобных людей некоторые с безрассудной смелостью утверждают, хотя я верю только в кровь, пролитую на кресте, поскольку Иисус смыл все мои прошлые, настоящие и будущие грехи, в моем сердце поистине нет места греху. Однако эти люди и теперь обманывают самих себя. Тот, кто утверждает, что является безгрешным, веруя только в кровь, пролитую на кресте, но в то же время не верит, что только Евангелие воды и Духа является истинным Евангелием, обманывает самого себя и не пребывает в истине. Первое Иоанна, глава первая, стих восьмой. Что с вами произойдет, если бы вы до самого конца не верили в Евангелие воды и Духа? Несомненно, вы будете наказаны Богом за ваши грехи, и поэтому вы должны уверовать в Евангелие воды и Духа, которое спасло от греха всех людей, ведь в противном случае вы уже никогда не сможете получить прощение ваших грехов. Не верить в Евангелие воды и Духа значит не извлечь пользу из того, что сделал для нас Господь. Господь есть Сын Божий, наш Творец, наш Спаситель и наш Наставник. Чтобы спасти нас, людей, от греха, Господь родился после кратковременного пребывания в теле женщины, был крещен Иоанном Крестителем, умер на кресте, вновь воскрес из мертвых и тем самым спас нас раз и навсегда. Если ваши сердца не уверуют в Евангелие воды и Духа, даже если вы его понимаете, это только означает, что вы уже уверовали в иное Евангелие. Многим людям в наши дни не хватает духовной проницательности, и поэтому они безрассудно верят в иное Евангелие вместо Евангелия воды и Духа. Все мы только странствуем в этом мире в течение недолгого времени, поскольку Бог завершил Евангелие воды и Духа, чтобы каждый человек на этой земле мог взойти на небеса, тот, кто обрел вечную жизнь на небесах, благодаря своей вере, является наиболее удачливым из всех рожденных на этой земле. Учитывая тот факт, что наша жизнь на земле скоротечна, мы должны найти Евангелие воды и Духа, пока мы еще живем в этом мире, уверовать в Него и избавиться от всех наших грехов. Как было бы замечательно, если бы многие люди осознали и поверили, что Евангелие воды и Духа является истиной. И еще прекраснее было бы, если бы каждый человек в этом мире уверовал в это истинное Евангелие и обрел спасение, пока он еще живет на этой земле. Я надеюсь, что грядет тот день, когда каждый человек во всем мире познает Евангелие воды и Духа и уверует в Него. В противном случае, когда этот мир будет уничтожен, все те, кто не веруют в Евангелие воды и Духа, будут уничтожены вместе с Ним. Вот почему Библия говорит, «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают». Псалом 48, стих 21. А как быть с теми, кто вел воздержанный и праведный образ жизни перед Богом? Будут ли они спасены, даже если они не верят в Евангелие воды и Духа? Нет, это не так. На земле нет другого пути к спасению, кроме прощения грехов Евангелия воды и Духа. Теперь вы должны осознать, что нет никакого другого Евангелия, кроме Евангелия воды и Духа, и вы должны твердо уверовать в него. Вы также должны помнить, что если кто-то проповедует какое-то другое Евангелие, а не Евангелие воды и Духа, то будь он даже ангелом с небес, он будет проклят. В наши дни, когда христианство утвердилось как основная мировая религия, оно наполнено теми людьми, которые верят в иное Евангелие, отличное от истинного Евангелия воды и Духа. Поэтому даже христиане ошибочно считают Иисуса не более чем основателем христианства. Хотя они говорят, что веруют в Иисуса как в своего Спасителя, по сути они не верят в Него как в Господа Спасения, который явил себя в Евангелии воды и Духа. Ныне каждый, кто по-настоящему верит в Слово Божье, должен познать изреченное Богом Евангелие воды и Духа и получить прощение грехов, уверовав в Него. Мы должны осознать, что истинное Евангелие, которому научил нас Бог, это Евангелие воды и Духа. Евангелие, в которое верил и которое проповедовал апостол Павел, было ничем иным, как именно этим Евангелием. Нет другого истинного Евангелия, кроме Евангелия воды и Духа. Все другие Евангелия это подделки. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах есть много разнообразных мест, в которых описано Евангелие воды и Духа. Во всем четверо Евангелии запечатлен Господний труд спасения, начиная с крещения, которые принял Иисус. Сам Иисус сказал Никодиму, что никто не может увидеть Царство Божье и войти в него, если не родиться от воды и духа. Когда на место Иуды был избран другой апостол, мы видим, что ранняя церковь в Иерусалиме ограничила число кандидатов теми, кто был с апостолами, начиная с того дня, когда Иисус был крещен и заканчивая днем его вознесения на небеса. Деяния глава первая стихи двадцать первый, двадцать второй. Подобно этому все апостолы и святые ранней церкви верили в Евангелие воды и духа. Они все облеклись в Божью праведность, крестившись в Иисуса по своей вере в Евангелие воды и духа. Если мы уверуем в Евангелие воды и духа, соединив с ним свои сердца, Евангелие которым наш Господь спас нас от грехов этого мира, то мы также обличемся в Иисуса Христа. Всякий крещенный во Христа является спасенным перед лицом Бога, ибо он уверовал своим сердцем в деяния Иисуса Христа, которые спасли нас от грехов. Все подобные люди, которые веруют в Евангелие воды и духа, являются Божьими детьми. А вы верите в Евангелие воды и духа? Я тоже верю в это Евангелие. По крайней мере, человек должен уметь позаботиться о своей душе. Ведь кто еще может позаботиться о ваших душах? И кто еще может быть наказан за ваши грехи вместо ваших душ? Могут ли родители понести наказание за грех вместо своих детей? Нет, это невозможно. Люди не попадают в ад по своему желанию и не могут избежать его, потому что они не хотят туда попасть. Если человек совершил некоторые добрые дела перед Богом, это не значит, что он может спастись от греха и взойти на небеса, никто не может избежать наказания в аду, если он не верует в Евангелие воды и духа, которое дал нам Бог. Поэтому мы должны уверовать в Евангелие воды и духа всем сердцем и таким образом обрести веру, которая объединяет нас с Христом. Чтобы спастись от греха, у нас нет другого пути, кроме как принять Евангелие воды и духа в свое сердце и уверовать в него. Перед лицом Бога у нас нет другого пути, кроме как сказать да его слову. Что еще у нас есть перед Богом? У нас нет ничего. Кто верит в Иисуса самым подобающим образом? Это тот, кто говорит да Евангелию воды и духа и верит в него, когда Господь говорит, что оно есть истина. Всякий верующий в Иисуса, как в своего Спасителя, не обращая внимания на то, что на самом деле говорит Слово Божье, является глупцом. Но если кто-либо уверует в Спасителя, который пришел по Евангелию воды и духа, он избавится от всех своих грехов и станет безгрешным. Некоторые люди говорят, я до сего дня не верил в Евангелие воды и духа, и поэтому не могу уверовать в него прямо сейчас. Подобные люди это настоящие глупцы, которые из-за своего высокомерия не заботятся даже о своих собственных душах. Но, к сожалению, таких людей много. Не имеет значения, как мы раньше верили в Иисуса. Господь сказал, да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Матфея, глава пятая, стих тридцать седьмой. Если Слово Божье говорит, что Евангелие воды и духа есть истина, то отныне все, что вам нужно сделать, это сказать ему да и уверовать в него, в полном соответствии со словом. Если бы мы наконец осознали, что то, во что мы до сих пор верили, является иным Евангелием, тогда мы должны только признать перед Богом, что мы заблуждались и уверовать в Евангелие воды и духа, как бы это смирило нашу гордость. Если хотя бы отдаленно сравнить нас с Богом, мы возгордимся, но если Бог несравнимо выше и святее нас, то чего мы достигнем своей гордостью перед всемогущим Богом? Какое еще решение мы можем принять, кроме как уверовать в Евангелие воды и духа прямо сейчас? Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, это Евангелие воды и духа. Он сказал, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Апостол Павел верил, что Иисус Христос был крещен, чтобы взять на себя грехи человечества, умер на кресте, вновь воскрес из мертвых и тем самым спас от греха не только самого апостола, но и весь человеческий род. Нет иного Евангелия, кроме Евангелия воды и духа. Если кто-либо последует иному Евангелию, кроме Евангелия воды и духа, он наверняка будет проклят. Что касается меня, то я, подобно апостолу Павлу, верю в Евангелии воды и духа. А как же вы? Верите ли вы в Евангелии воды и духа? Некоторым людям, несмотря на их стремление к Богу, неведома праведность Евангелия воды и духа, которое Бог совершил для нас. И поэтому они пытаются утвердить свою собственную праведность, отказываясь повиноваться истинному Евангелию. Римлянам, глава 10, стихи 1-3. Подобные люди так упорствуют перед Богом. Человек должен быть непреклонным, только когда он отстаивает свой путь к Богу. Но как можно быть упрямым перед Иисусом Христом? Кто же такой Иисус Христос? Он есть царь царей и создатель, который сотворил галактики. И посмеет ли кто-нибудь сказать, что он не уверует в Евангелие воды и духа, которое Христос исполнил, принеся себя в жертву и даровал нам? Те, кто превозносят себя перед Богом, в конце концов низвергнутся пропасть уничтожения за свой грех сомнения в праведности Божьей. Вы должны испытать себя с целью убедиться, что вы не такие глупцы. И если вы обнаружите, что сейчас верите в иное Евангелие, то вы должны как можно скорее обратиться и уверовать в истинное Евангелие воды и духа. любое другое Евангелие, кроме Евангелия воды и духа, это ничто иное, как человеческое учение, а посему это проклятое Евангелие. Если мы имеем ложные убеждения перед Богом, тогда не надлежит ли нам как можно скорее их отвергнуть. Христианство берет свое начало от истины, согласно которой Иисус Христос спас нас, людей, посредством Евангелия воды и духа. Но несмотря на это, в какое же Евангелие верят сейчас христиане во всем мире? С конца эпохи ранней церкви и до ныне иное Евангелие, отличное от Евангелия воды и духа, разлагает христианство. С уходом из жизни апостолов ранней церкви она вошла в после апостольскую эпоху и время отцов церкви. Однако начиная с эпохи отцов церкви иными Евангелиями, отличными от Евангелия воды и духа, уже начали разлагать истинную веру в церкви. После этого, когда в 313 году нашей эры был издан Миланский эдикт Евангелия воды и духа полностью исчезла из церкви и вплоть до нашего времени христиане верили в иное Евангелие. Однако в этот последний век Бог восстановил истинное Евангелие воды и духа, положив новое начало труду спасения душ. Поэтому христиане заблуждаются в том случае, если они не верят в это Евангелие истины и настаивают на своем пути. Если Слово Божье говорит, что Евангелие воды и духа это истина, то мы соответственно должны уверовать в Него и отвергнуть все прочие учения отличные от этого Евангелия. У нас нет никакой причины продолжать верить в ложные христианские учения. Неважно, что утверждают так называемые выдающиеся богословы и во что верят окружающие нас христиане, ибо поскольку Слово Божье говорит, что только Евангелие воды и духа является истинным, мы должны верить в это Евангелие и проповедовать его. Корреспондент агентства Associated Press недавно прислал мне электронную почту из Вьетнама. Из его слов явствует, что сам он верит в правоту Евангелия воды и духа. Но поскольку многие люди по-прежнему не верят в это истинное Евангелие, они питают отвращение к нашим книгам, и это очень отчетливо указывает на ошибочность их убеждений. Тем не менее, я очень благодарен Богу за то, что этот человек верит в Евангелие воды и духа и полностью поддерживает истину, которую провозглашают наши книги. Некоторые люди не уверуют в истинное Евангелие, даже несмотря на то, что оно очень подробно объясняется, ведь, как написано в Матфея, глава одиннадцатая, стих семнадцатый, мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Однако Бог со своей стороны распространяет это Евангелие воды и духа по всему миру и полностью разоблачает ложную веру в какое-либо другое Евангелие. Итак, те, кто услышали Евангелие воды и духа признают, что все их прошлые убеждения были неправильными и начнут искать Божью церковь, в которой проповедуется Евангелие воды и духа. А придя в Божью церковь, они познают Библию и будут твердо придерживаться истинного Слова Божьего. Бог повелел нам проповедовать Евангелие воды и духа, чтобы мы могли служить его праведности. Бог повелел нам провозглашать евангельскую истину о воде и духе, чтобы ее услышал каждый человек во всем мире. Вот почему мы распространяем так много книг в поддержку Евангелия воды и духа не только по всей Корее, но и по всему миру. Только в прошлом году мы бесплатно распространили по всему миру более 400 тысяч книг. Мы посылаем наши книги всем желающим, независимо от того, где они живут. Ввиду всего этого люди не могут спастись отнюдь не потому, что никто не распространяет Евангелие воды и духа. Они остаются неспособными обрести спасение, потому что не любят свои собственные души. Мы благодарим Бога от всей души, а больше всего мы благодарны Ему за то, что Он дал нам Евангелие воды и духа, и мы благодарны Ему за то, что Он повелел нам проповедовать это истинное Евангелие. Пока все те, кто верят в какое-то другое Евангелие, а не в Евангелие воды и духа, не осознают свою ошибку, не обратятся и не вернутся к Богу, мы должны и далее распространять это Евангелие. До того дня, когда Господь не позовет нас домой, этот труд по распространению Евангелия воды и духа будет неустанно продолжаться. Аллилуйя! Львие вода senza